Эта история с легкостью могла бы стать сценарием детектива. 25 октября 24-летний гражданин Киргизии выкрал из дома девушку. Как потом признался, влюбился в нее с первого взгляда в миграционной службе. Именно любовь и заставила нарушить законы как России, так и своей страны. Если девушка была бы согласна, то как-нибудь все равно уложилось бы это дело. Как-никак все равно девушке замуж надо выходить. А так как они не согласны, все равно как закон уже нарушается. Тем более в России нельзя так делать. Следователи установили, девушка была несовершеннолетней, ей недавно исполнилось 17. Впрочем, в Киргизии замуж выходят и в 16. Это норма на родине незадачливого жениха. Похитить любимую он пытался дважды. В первый раз девушку схватили, насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Тогда девушку по горячим следам нашла мать. Второй раз жених вернулся уже с группой поддержки и снова увез девушку, но уже к себе в квартиру и запер ее в комнате. В этот раз связи мамы не помогли. Пришлось обратиться в ОВД. На штурм квартиры милиционеры пошли втроем. На наши уговоры люди практически не поддавались. Только после того, как им было разнесено уголовное законодательство о том, что вы совершаете преступление в настоящий момент раз, и то, что вы не выполняете законные требования милиции, люди только после этого согласились нам девушку выдать. Но и после этого драма не закончилась. Гражданин Киргизии решил наказать семью девушки и пригрозил поджечь жилище. В этот же день дачный домик, который снималась семья, сгорел дотла со всеми вещами и документами. Сейчас подозреваемый задержан. Если вина молодого человека будет доказана, то ему в любом случае грозит уголовное наказание. Судом по ходатайству следователя в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжает. Милиционеры признаются, такой случай впервые в их практике. Даже в Киргизии древнему обряду следуют немногие, предпочитая более современный метод – подать заявление в ЗАГС.